Совещание по рекламным носителям было утром, а уже буквально через пару часов слова стали превращаться в действие. В Симферополе начали принудительный демонтаж незаконных рекламных носителей. Показательную расправу с билбордом устроили в Марьино. Александр Губарев наблюдал начало борьбы с назойливой рекламой. Этот билборд первый из тех, которые городская администрация сносит принудительно. До этого уже были демонтированы шесть таких же носителей, но там предприниматели решили не усугублять ситуацию и справились с задачей самостоятельно. Ведь если реклама стоит незаконно, то ее владельцам придется раскошелиться. Либо администрация города Симферополь, согласно калькуляции, предъявит счет предпринимателю необходимости оплаты, либо же это будет проходить в рамках кодекса административных правонарушений. ОГИБДД составляет административный протокол по статье 14.37, либо 14.38 в кодексе административных правонарушений Российской Федерации. Предприниматель либо добровольно его оплачивает, либо впоследствии Федеральная служба судебных приставов будет в любительном порядке взимать штраф за нарушение закона. Владелец же данного билборда так и не объявился. Его предприятие зарегистрировано на Украине, а срок действия договора, по которому в Марьино располагается эта конструкция, давно истек. Так что в администрации Симферополя решили удалить ее с глаз жителей города. Причем процедура эта почти ничего не будет стоить бюджету. Весь рекламный носитель весит около двух тонн. Если взять нынешнюю цену по 60 рублей за килограмм металлолома, выйдет 12 тысяч. Демонтаж обходится приблизительно в такую же сумму. Начинаем быстренько с тех мест, которые уже четко имеем право на снос. Кстати, у нас их готово сейчас 500 под снос больших конструкций, 300 уже отработаны в предписаниях. То есть работы огромно. Сейчас будем, единственное, что я говорил сегодня на нашем аппаратном совещании, привлекать дополнительно технику. Только на этой неделе аналогичная судьба постигнет еще 27 таких же билбордов. А вообще из более чем двух тысяч рекламных носителей в Симферополе власти планируют оставить всего около 700. Александр Губарев, Андрей Псом. Время новостей. Продолжение следует...